Усыновление. Есть ли случайность? Одно из интенсивных открытий, сделанных доктором Уэмбэч, касается усыновления. Они знали до рождения о будущих взаимоотношениях с приемными родителями и чувствовали, что не смогут прийти к ним в качестве их собственных генетических детей, и потому выбрали усыновление как единственную возможность. Доктор Уэмбэч сделала вывод, что при усыновлении не бывает случайностей. Это подтверждают многие духовные учителя. Не бывает случайностей для родителей, дающих рождение. Нет случайностей для тех, кто усыновляет малыша, как нет случайностей и для самого ребенка. Бывает так, что женщине нужно лишь дать ребенку рождение для уравновешивания кармы с этим жизнепотоком. А затем она сможет отдать его в руки тех родителей, которым назначено заботиться об этом ребенке и любить его как своего собственного. Воистину зачатие не прошло бы, если Бог не предопределил его. Ни одно зачатие в этом мире не происходило без согласия всемогущего Бога и Святого Духа. Где совершается зачатие? Там присутствует десница Божья и Божественная воля. Эти истины, если поделиться ими с родителями, которые чувствуют, что не готовы или не хотят иметь ребенка и, возможно, думают об аборте, могут изменить всю их жизнь. Мы способны заботиться о будущей матери, особенно если она не замужем. Научить ее любить свое будущее дитя, убедить, выносить его и дать ему родиться. Узнав о жизни и души в утробе, она может решать, отдать ребенка на усыновление, зная, что он попадет в хорошие руки и получит шанс следовать своему Божественному плану. В таком случае, давая ребенку жизнь, родители нарабатывают добрую карму вместо негативной при совершении аборта. Не существует нежеланного ребенка. Бог любит каждое дитя. Бог любит вас вначале, любит течение жизни, помогая преодолевать ее тяготы и будет любить всю дорогу, которую вы пройдете, возвращаясь домой, в его сердце. И хотя родители могут не хотеть рождения ребенка, дети на земле желанные, ведь столь многие семьи ждут возможности усыновления их. На небесах не существует нежеланных детей. Когда земля отказывается от них, ангелы принимают их назад в свой дом любви и света.